Мы лишились сильной руки нашей банды. Биты! Это очень прискорбно. Теперь её разыскиваем мы и полиция, а всё из-за этого соседа. Мы не должны отчаиваться, должны продолжать поиски и раскрыть секрет подвала. Наш детективчик вышел на дело. Самое главное не попасться и им, соседу. Нам сюда. Это единственная запертая дверь в этом доме. Все остальные мы уже с тобой открыли. О, так это не совсем кладовка. О, сковородки! Чё, сыграем в пук? Консерва! Блин, она уже всё, тушёнка протухла. Перекрываем, короче, газ в котельне, чтобы огонь уменьшился. И наша старшая девчонка смогла туда пройти. Ой-ой-ой, я опять здесь! Нет, за что! Зачем мне эти дряные соседские сны? Ну, походу, придётся его посмотреть. Других вариантов у меня нет. О, пацан! На потолке сидит! Демонюга! Как такое... А, это я на потолке, это я демонюга. Он-то нормальный. Пацан! Иди ко мне! Я тебя спасу! Блин. Очково здесь как-то. Надо посмотреть, нет здесь улик каких. Ничего нету подозрительного. Если я был бы на месте пацана и увидел себя на потолке, я бы обосрался и нафиг свалил. Так что давай попробуем к нему приблизиться. Вот таким вот макаром. Подай руку! Я тебе помогу! Пацан! Ну же! Не, он нас вообще не слышит. Мы для него словно призрак. Если призрак вообще. Мы то, чего не существует в этом мире. То есть нас тут вообще не должно быть. Нас тут нет. По сути. Так. Нам сюда. Как-то это и странно. Находиться в чужом сне. Опаньки, не понял, что там такое. Это может быть даже не сон, а воспоминание, что ли, перевернутое. Это же авария! Тот самый день! День аварий! Ёлки, может там кому помочь надо? Пойдем! Черт, в забор! Ну же! Давай! Миссис соседка! Ай, невидимая стенка не дает мне пройти к ней и помочь. Ее придавила машина. Ну, как бы не совсем придавила. Ну, помочь я ей вообще никак не могу. Тачка горит. А там что за тень? Что это такое за крестик какой-то? А чего она? А чего это тень? Вот это вот. Колесо в воздухе. Все как-то искорежено, обезображено. Нам сюда, вон. Напоминает это чем-то фильм «Начало». Когда они ходили в сон, потом еще в один сон. Получался сон во сне. Это та же дамочка, которую мы видели в машине. Это, видимо, два разных времени. Пойдем ее проведаем. А может, это за мануха? Сейчас сосед как на меня выпрыгнет из какой-нибудь двери. Пацан. Это за мануха для пацана была. Боже мой, вот это боль. Пацан, держись, крепись. Блин, как бы ему помочь? Может, сигнал подать? От моей руки тень не падает. Так что бесполезно. О, какой страшный коридор. Но другого пути нет. Назад мы уже не пойдем. Только вперед. До победного. До конца. Бежим. Чертовы вороны. До двери не дойти. Придется вниз скатиться. Ой-ой-ой. Где это? Какого лишь вы на дороге оказался? А-а-а-а. Черт подери. У меня такое предчувствие, что мы потеряли. Да, еще одного бойца. Наш детективчик. Нас осталось всего трое. Рогатка выходит в бой. Каждый раз, когда я кручу вентиль, чтобы убавить огонь в котельне, я теряю одного своего бойца. Это прям печально и больно. В конечном итоге я, скорее всего, один останусь. Вот, вот эту дверцу. В прошлый раз я ее заглючил. Но в этот раз все будет нормально. Но уже нажми и съелки-палки. Кривые мои пальцы. По-моему, в прошлой серии я попал в сон соседа, но не захотел его проходить. Именно здесь попал в сон соседа и сбежал от него при помощи радио. И заглючил игру. Но в этот раз я снова здесь и придется этот сон пройти. Сбегать через рацию я не буду. Так что, в бой. Опять коридоры. Да что ж вас так... Ого. Тут кто-то есть? Эй! Там кто-нибудь есть? Не открыть вообще никак. Запертые двери. Что бы это могло значить? Побежали скорее отсюда. Что-то мне тут вообще не по кайфу. Одна дверь открылась, и это очень подозрительно. Ёлки-палки. Ты посмотри, что тут... Это же круговорот кукол. Обалдеть! Кукольный вихрь. Ёлки-палки. Только горизонтальный. И нам через него как-то надо пройти. Другого пути нет. А что будет, если одну куклу схватить, интересно? Поближе бы какая-нибудь подлетела. Кукол. О, о, о. Э-э-э-э! Кукола меня потащила куда-то. Стой, 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 стой. Не, не. Не, только не в доску. Я не хочу. Я сейчас могу упасть. Где моя рука? Где моя рука? Верните мою руку. Я под... А! Фух, вон она моя рука. Ничего себе, как меня расчленило. Так, аккуратно. С этим вихрем шутки очень опасны. Я так полагаю, что куклы помогут нам перебраться на ту сторону. Поэтому поползли по ним. Все, а тут очень опасно. Можно не дотянуться и нафиг упасть. В бездну. И, честно, я даже не хочу проверять, что будет, если я упаду. Сон закончится, и наша рогатка будет схвачена соседом, и мы не узнаем, что этот сон хотел нам рассказать. Или мы вернемся к контрольной точке. Но проверять я это не хочу. А! Черт! Показал, что я падаю. А! Да что так стремно-то? Колбасит вообще не по-детски здесь. Я уже полпути прошел. Осталось немножечко. Да елки-палки. Хватит меня шмантылять уже. Эти куклы, они немножко подключивают меня. Но всего лишь руку протяни и куклу захвати. Все, что нужно в этой жизни. Во-во-во-во-во-во! Есть! Воу! Блин, когда перехватываешь с куклы на куклы, которые в разных сторонах бывают тебя так перекидывают, и ощущение, как будто ты падаешь. Не очень прикольное ощущение. Ну, где куколка-то? Какая-нибудь куколка? Близко пролети, что ли? Надо перебраться сюда, наверное. Вот за эту... О! Теперь за ту. Есть. Все, совсем чуть-чуть осталось. Совсем маляконько. И это тоже закончится. Это реально кошмар из кукол какой-то. Вот, вот, вот. Тут мне вот... Вот сюда из-за перила вот это вот... Да! Я прошел этот адский вихрь! Кукольный вихрь! Штоп его! Фух! Вот это мучение! Это было тяжеловато, слушай. Но я справился. Ой, елки! Здесь можно упасть. Аккуратненько. Еще один коридор. Здесь что-то может произойти. Надо быть... Вообще оружие, которого у меня нету, в принципе. В конце окно, а не дверь. Это меня радует. Это обнадеживает. Бейсбольный мячик. На что этот намек? Ого! Из коридора двор уличный сделали. А это дом соседа. Перчатка бейсбольная. Там пацан. Пацан, еще один пацан. Пацаны, вы что тут делаете? О, девчонка. Куча пацанов, девчонок. Пацан. Пацан, я здесь. Я иду к тебе. Я тяну тебе руку помощи. Да, ну что за дела-то? Может, сзади меня сосед идет? Я не хочу оборачиваться, но все-таки надо. Нет, никого там нету. Ну, хорошо. О, оу, 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 обалдеть, он из двери вышел. Это абзац, полный абзац, провал миссии. Мы потеряли еще одного бойца. Нас осталось двое. Рогатка, битая, детектив. Что ж, старшая выходит на последнее дело, по всей видимости. Потому что все зависит только от нее. Рыжий пацан, он всегда в домике сидит, он в безопасности. Так, огонь здесь потух. Значит, мы можем сюда пройти и узнать, что же было в котельне. А что темнота-то? А, все нормально, все. Я уже запереживал, думал, девчонку поймали. Я что-то вообще не понимаю. Это как? Это что? Это дом под землей, что ли? Имитация дома и двора при помощи картонных панелей. за окнами. Он, наверное, здесь детей держал, сосед-то. Туалет, ванная. О, провода. Еще глубже можно спуститься. Давай посмотрим, куда провод ведет. вот сюда. Здесь есть еще одна дверь, которая ведет три провода. Что-то где-то нужно активировать. Возможно, рубильники. Три рубильника и тогда дверь откроется. Пойдем по проводам, значит. А здесь обрыв, там горка. А как туда на ту сторону попасть? Переползти туда не на чем. На стенках даже нет за что схватиться. Что ж, погоди, а это что? И куда мы попали? О, это та самая яма, которую я вначале увидел. Да и нафиг не раться, мне фонарик нужен. Вообще ничего не понятно. Ё-моё, вот это здесь окопы. Вот и первый рубильник, кстати, мы нашли. Но не зеленый, а синий. Давай, наверное, в окоп спрыгну. Вон, да, там проход есть. Звуки такие страшные. Лезет телевизор. Причем включенный. Некогда смотреть нам телек, идем дальше. А, подожди, так мы же тут были. Это самое-самое начало. Значит, нам в другую дверь сюда. Красный проводок. Ага, рубильник. Все понятно. Нам надо как-то туда попасть. И мы снова в этой двери. Так. Давай тогда направо сюда пойдем. По синему проводку. Это мы с другой стороны окопов оказались. за окном чей-то дом. Чей-то картонный дом. Кухня миниатюрная. Вниз. Я что-то запутался уже, где я вообще нахожусь. Не понимаю. Стой. Минутку. О, так мы до красного рубильника дошли. Шикарно. Нам туда попасть нужно по лестнице. Надо ее поднять. Шикарно. Эй, дверь, я тебя скоро открою. Как-то тут... Ага, все. Нам, короче, надо за винт схватиться, который сверху крутится. Но для этого нужно подняться повыше. А дальше куда? А, во, во, во. Вот эту перекладину, давай за нее. Отлично. Осталось только руку протянуть. Вот и все. Тихонечко теперь едем до рубильничка. Главное не упасть. Спрыгиваем. Два из трех есть. Остался последний рубильник. Только где его найти? Такое ощущение, что я здесь уже везде был. Так, стой. Отсюда мы, по-моему, пришли. Где фонарь? Да что ж? Вечно рация достается. Да, по-моему, мы отсюда пришли. Нам в другую сторону надо. Вот здесь проход есть. Лисенканаль. Вот тут я, по-моему, не был. Ну да, вон веревки. Точно, я здесь не был. Ты посмотри, какой здесь капкан. Капканы на медведей. О, вот и последний рубильник. То, что нужно. Финишная прямая. Осталось зайти просто в ту дверь. Там явно что-то очень важно. Раз она под тремя электронными замками была. Да что, понай, дверь. Где фонарик? Ты меня заколебал уже. Рация мне уже больше, в принципе, не нужна. Все. Дверь открыта. Ну, с Богом! Пошли. Сейчас тут мы раскроем какую-то тайну. Наверное, очень важную. Которую сосед хранит прям, как Кощей яйцо. Что это? Идешь открывать еще одну дверь, потом еще одну дверь. И... Это склад какой-то или что? Опять вороны. Парень! Парень! Пацан, я здесь! Смотри на свет! На свет смотри, я тут! Что происходит? Там ворон залетел. Блин, как пацану-то помочь? Как к нему перебраться? Конечно, мне кажется, что я ему вообще никак не могу помочь здесь. Я бесполезно... О! Ворон вышел! Надо фонарь спрятать. Да е-мое! Да выкинись ты! Что происходит? Он достал игрушку ворона и мальчика. Это что за матрица? Он предлагает парню выбрать игрушку ворона или пацан. Пацан отказывается вообще от выбора. и убегает. Ворон, походу, разочаровался. Он превратился в ворона и улетел! Он может трансформироваться в птицу? То есть вы хотите сказать, что ворон это галлюцинация и вообще не человек? Но просто в соседей не было никакой фантастики вообще в принципе. Насколько я помню. И магии тоже не было. Даже во снах. Ничего себе! Целый двор отстроил здесь. Прикольно. Небо со звездами. Забавно. Еще одна дверь. Ребята! Парень обучалкин в самом начале был. И вся моя команда здесь в сборе. И кепка в клетке. Это же замануха. Вот стопудово замануха. Прямо как для меня клетку здесь поставили. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ